А в Киеве называется весна. Я в весенней курточке лёгенькой, за спиной у меня уже трава озеленеет. В общем, что здесь скажешь, конец марта. Я вышла только что из парикмахерской, мне отрезали кончики, аж легче стало, как будто пару килограмм потеряла. И, кстати, мастер у меня нашла довольно много седых волос, и я сразу же записалась на окрашивание или на тонирование. Хотела какой-то другой цвет или омбре, амбре, как вы говорили правильно, или даже какие-то выгоревшие пряди, но мне просто не дали это сделать. Сказали, что свой цвет надо поддерживать, он довольно неплохой, и мы просто сделаем его немножечко контрастнее, заполним волосы, они будут не такими упористыми, более тяжелыми. Печально, что пару лет я пыталась избавиться от блонда, и уже теперь нужно отсидины, видимо. Ну, я как бы воспринимаю это довольно позитивно, здесь ничего такого нет. Лишний повод сходить в парикмахерскую будет. Я специально пошла через парк, как видите, птички уже чирикают. А вот и наш метр. Уже начал потихонечку таять, чувствую придвижение к сне. Красота! Я, кстати, не спешу домой, потому что Серёга там только начал разбираться с мультивакой, и он мне звонит, и сказал, что в 5 секунд спрашивает о функциях. Причём мультиваку у нас уже пару лет, и вообще он мне ей подарил. Мужчины, что сказать. Ну окей. Это мы так с Локи рисуем картину. Вернее, он мешает, а я рисую. Он мне размазал уже что-то вот тут вот, лопухами своими. Субтитры сделал DimaTorzok Локечка, шо случилось? Чего ты сидишь? Чего ты ему мешаешь посрать или посрать? Разговаривала вчера с мамой по Вайберу, показывала ей Локи, как он там играется, и она сказала, что он похож на куницу очень жёстко. И вот тут я, короче, гуглю, и, честно говоря, я в шоке. Особенно вот эта фотка, когда он несёт добычу. Посмотрите на это. Это куница? Это Локи. Все прелести владения котиком. Люблю его, просто не могу. Кстати, для лечения своих боевых травм я взяла на работу Boro Plus. Вот такой вот антисептический крем. Он, конечно, жутко воняет. У меня весь офис провонялся, все уже тут убежали. Но он помогает, реально очень сильно успокаивает кожу. Или когда глубокие царапины, и нужно идти в душ, чтобы это всё не распарилось, использую жидкий пластырь. Он плёнку создаёт, которая воду не пропускает. И тогда оно намного быстрее всё заживает. Музыка. 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 Так как у меня новый цвет волос, он сейчас более тёплый, такой коричневый. Я решила купить ещё одну краску для бровей. Цвет называется классический коричневый. Но я знаю, что лучше всего цвет получается, если смешивать несколько оттенков. Я возьму свой графит и смешаю его с этим коричневым. Должно получиться то, что нужно. И ещё решила вернуться к гель-лакам, потому что подумала, что я человек довольно постоянный. Как видите, я постоянно с френчем. Решила я взять хороший праймер под гель-лак от Коди. Взять базу и один какой-то классный цвет, который будет универсальный. Я взяла такой нежно-розовый. Вот такой вот оттенок. Я решила взять один, но хороший. Так как у меня уже окрашенные волосы, решила попробовать Glisscore. Не очень люблю эту фирму, вы знаете, но ничего другого не было для окрашенных волос. И ещё решила попробовать вот такую вот новинку от Nivea. Это их новая мицеллярная вода. Попробуем, посмотрим, как она будет. По-моему, неплохо получилось даже на правой руке. С момента окрашивания прошло уже три мойки волос. И, как по мне, цвет стал немножечко лучше. Он не такой рыжий. Всё-таки с тем золотым отливом я не смогла смириться. Уж слишком он выпадает с моего цветотипа. Кстати, маленькая интрига. Готовлю вам новое видео по цветотипам. Будем немножечко расширять горизонты. Но я всё ещё в процессе подготовки материала. Продолжение следует...